МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Москва очень большой город. Здесь хватает места всем. Русским, грузинам, узбекам, киргизам, осетинам, белорусам и еще много-много кому. А еще в Москве живет очень много армян. И все они занимаются разными делами. Кто-то продает еду, кто-то занимается бизнесом, некоторые снимаются в кино или выступают по телевизору. Но самый умный и добрый из всех армян это, конечно, Карен Георгиевич Магикян. В понедельник ему исполнится 49 лет. Но он все равно молодой и красивый. Я его очень люблю, потому что он мой папа. Отличная сочни. Не отличная, а хорошая. Не-не-не-не. Прекрасная сочни. Нет, хорошая, потому что есть ошибки. Нет ошибок. Все правда. Но учительница видней. Кто не хрустечка? Фолья Рашидовна. А, ну, Фолья Рашидовна не видней. Милый, а ты что делаешь? Ты понимаешь, мне 49 лет. Мне надо думать о своем здоровье. У тебя в глазах не темнеет? Темнеет. Темнеет? Да. Когда, может, ты перестанешь? А то придется он мне заботиться о твоем здоровье. Не говори глупости. Не говори глупости. У меня есть подарок от любящей жены. Какой? Горячий поцелуй. Серьезно? Сейчас? Да. А если я не смогу остановиться? Ну, что теперь идет? Надоели эти смс-ки. Вот почему нельзя по-человечески позвонить, сказать, дорогой Карен, поздравляю тебя с днем рождения. Нет, надо написать, Карен, поздравляю тебя с терра и скобкой двоеточие. Ну, что это такое? Это не скобка и двоеточие, это смайлик. Что? Ну, смайл. Английское слово смайл – улыбка. Переверни, посмотри, тебе улыбаются. Никогда не думал, что мне будут улыбаться скобкой и двоеточие. Почему не с точкой и тирой, например? Если так пойдет, скоро начнут выходить замуж и жениться по интернету. Уже жениться и выходят замуж. Серьезно? Поверь мне. Слушай, по-моему, этот мир просто сошел с ума. Просто с днем рождения. Спасибо. О, я не делал. Вот уж пись. Что? Ну, где теперь? Папа, с днем рождения! Спасибо, милая, спасибо, принцесса. А теперь отпусти папу. Папе нужно в ванной болеть. Не смей. Я первый. Давай на счет три. Раз, два, три. Пасы, чёрт, шесть. Папа, 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 папа. А-а-а! Ануш! Анушик! Я здесь! Кто бы сам девался? Папочка, с днем рождения! Спасибо. Дай мне денег, пожалуйста. Конечно, вон там, в спальне, в кармане, возьми. И не бегай по дому. Я ей всю жизнь это будешь говорить. С днем рождения побежал. Спасибо, милая. И ты не бегай. Папуля, с днем рождения! А-а-а-а! Кукла! Не бегай! Имей совесть, парень! Я на секундочку! Папа! На! Ну там мало денег! Конечно, мало. Я отец трех дочерей. Возьми в другом кармане. Не бегай по дому! Сколько раз говорим! Папа! А? Застигни. Слушай, это что такое? Вот это платье или все, что осталось от этого платья? Ты хочешь папе на день рождения и пак подарить? Вот платье, понимаешь? Вот, вот. Папа, не начинай! Я пока просто примеряю. Подожди. Послушай, у тебя три дочери. Ты что, не можешь платье застегнуть? Слушай, какой идиот придумал делать молнию на спине. Мужчина. Да. Вика, ванны свободны. Нет, нет, занята! Занята! Кто? Бабушка звонит. Не бегай по дому. Это я не тебе. Что ты хочешь? А? В каком смысле? Что ты хочешь, скажи. Я тебе желаю. А ты знаешь, что хочет твоя мама? Мама Джан, прекрати. Твоя мама хочет внука. Ты младший мужчина в роду. Девочки твои красавцы. Выдать замуж и все. Закончится макикяной. Как еда на еврейском свадьбе. Мама, я уже не в том возрасте. Если ты не родишь мне внука, я тебя на свои похороны не позову. Ты знаешь, родишь тебе внука, ты потребуешь правнука. И ты не угоманишься. Это мои дела с Непелес. Ну все. С днем рождения тебя, дорогой. Целую. И помни, что сказала тебе мать? Ты последний в роду. Ну что? С днем рождения тебя. Последний. Исмагикян. Мариша, а давай Егора позовем сегодня вечером на праздник. С папой познакомим. Ну, было бы неплохо. Ты же помнишь, чем это обычно заканчивается. Подождите. Ну, Егор-то хороший. Да Егор вообще самый лучший. Он мне тоже очень понравился. Слушай, только папе не говори, что мы с Егоров знакомы. Окей. Ладно? Не переживай, у папы будет хорошее настроение. День рождения того. Всего посоли яичницу, я пошла. Мама, мамочка, мамулечка, спасибо, спасибо вам. Он такой классный, самый здоровский айфон в мире. А где ты это взяла? Я, где вы прячете, от меня подарки. Нет, ну у меня просто нет слов. Давайте этой соплещью машину подарим. Ну, квартиру в центре Москвы. Ей же все мало. То есть моя девятилетняя сестра будет ходить с пятым айфоном, а я с этой допотопной фигней? Почему ей все, а мне ничего? Почему ей все, а мне ничего? Хватит мне сказать. Успокойтесь, обе. Это подарок папе на день рождения. Мы отдадим его только вечером. Понятно? Обе за стол. Быстро. Карен! Да, иду. Иди. Ну вот. Вот и все в сборе. А что, у нас сегодня какой-то праздник? Угу, сорок девять лет, это шутки. Вика. Что? Я тоже сегодня хочу день рождения. Кто обидел мою принцессу? Принцесса сейчас будет есть кашу. А я не хочу кашу. А что ты хочешь? Я хочу айфон. А ну ж. Кто забил голову ребенку, это ерунда. А что за эти гаджеты, маджеты? Смиджеты. Не поясничай. Вообще-то новое поколение пейси, оно меня пугает. Слушай, мне страшно, когда мой телефон умнее меня. И вообще. Телефон должен звонить, часы должны показывать время, фотоаппарат должен фотографировать, а мы опаздываем. Быстро встали. Руки в ноги вперед. Я на работу, вы в школу. Быстренько. Доешь, спокойно доешь. Поешьте спокойно. Здорово, Карен Георгиевич. Привет, Назар. Ну что у нас снова? Да, пригнали японца, так у него проблем полный багажник. Назар, ты уже сто лет живешь в Москве. Надо говорить, багажник. Багажник? Нет, багажник. А, вот. Вот. Привет, Баймурат. Салам алейкум. Салам алейкум. Как дела? Ты понял? Нет. Опять стойки с нобилизатором. Нет, ему надо самокат покупать, а не машину. Слушай, а как ты понимаешь, что он говорит? Я не понимаю, Назар. Я сердцем чувствую. Привет, сэр. Параблиц. Пригнали фильтр поменять. Что ж не меняешь? Так на воздушном болты закисли. Ха, болты закисают у безруких. Дай мне. А это что? Умение раскручивать гайки сделала из обезьяны автомеханика. Это что за... Поздравляем! Шнур-авор! Спасибо. Не ожидал. Ух ты. Айфон. Карен Юрьевич, это последняя модель. Здесь камера восемь мегапикселей и четырехдюймовый экран. Зашипись! Зашипись. Ну и какой ты сделала вывод из папиного пламенного монолога? Ну, то, что идеальным подарком для папы на день рождения будет паровой двигатель. Нет, подожди, ну... Ну, может, мы что-нибудь из одежды подарим? Дарили уже. Может, что-то в машину? Вы проехали поворот. Вы проехали поворот. Вы проехали поворот. А может, что-нибудь миленькое? Ну, как мои красавицы. Мама! Что? Погоди, я, кажется, придумала. Подарок мужчине должен выбирать другой мужчины. Егор! Точно. Денис. Ну, что это? Даже кнопка для Дебби. А вот это телефон. Спасибо. Спасибо, ребята. Здорово, ребята. Привет, друзья. Здорово, ребята. Здорово. Привет. Главный кто? Я. Ага. А звать как? Карен. Георгиевич. Пойм, ура. Это, слышь, Георгиевич, иди посмотри, у меня что-то какая-то с компьютером проблема. Постоянно ошибку выдает. Э-э-э. Вы работаете, нет? Поезжай-ка ты, дорогой, в Сколково. Куда? Ну, или в Силиконовую долину. В общем, туда, где делают эти компьютеры. У нас простая станция технического обслуживания. Мы ремонтируем старые, добрые моторы внутреннего сгорания. Понятно. Ты просто не ремонтируешь то, что умнее тебя. Все, все, все. Интересная машина. Тю, шо мне интересного? Под капотом двести лошадей. А за рулем один из шаг. Мама, мы дома. Мама, мы дома. Переодеваемся, идем мне помогать. Мам, я хочу пушать. Где вы ходите? Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Фуку сними. Ты Егору собиралась позвонить? Собиралась. Алло, привет, моя любимая армянская женщина. Привет. А ты не забыл купить подарок для папы? Да нет, нет, конечно, не забыл. А что купил? Это сюрприз. Ну, ладно. Слушай, только не опаздывай. Папа этого не любит. Я скоро подъеду. Все, давай-давай-давай, пока-пока-пока. Здрасте, еще раз. Ну, это опять ты? Слушай, я не компьютер. У тебя голова не работает. Извините, я просто вот... Что просто? Ты не видишь две сплошные линии? Вот куда ты лезешь? У тебя пожар. У тебя жена рожает. У меня нет жены. Ну, неправильно, потому что такой кретин, как ты, не должен раз нажать. Что вы так орете? Все целы, здоровы. Ну, на машинах не царапина, орете, как будто папа за рулем. Что папа? Какая папа? Отожди! Ну, бейте, ну, бейте, ну, бейте. Ох, как тебе казалось, что у меня трое детей. Я не хочу, чтобы из атак его прощеныки, как ты, они остались сиротами. От машины отойдите. Еще раз сумеешь, убью. От машины отойдите. Спасибо. Пошел, Бо. Щенок. Папа пришел. Принцесса моя. Опа. На самом деле, Борисович, папу могли привезти дядю в белых халатах. Потому что, слушай, один латый раз... Карен. Вика, отнеси, пожалуйста, папин портфель. Привет, папа. Привет, милая. Вика, отнеси, достань, посмотрите, что мне мои подарили на работе. И вот такие деньги на такую ерунду. Айфон. Айфон! Оф, я и всем снижу зарплату. Ну, ладно, папочка, успокойся. Привет, милая. Сегодня такой день. Ну, да. Я хочу, чтобы ты кое с кем познакомился. Конечно, Борисович, но сейчас твой папа с удовольствием познакомится с пятью десятигранами конечка. Ч-ч-ч-ч. Вот как раз пришел мой парень. Заодно выпьешь с ним за знакомство. Какой парень? Какой парень? Хороший, хороший. Наташа, распитие спиртных напитков с незнакомыми людьми приводит к бытовому насилию. Как звать? Егор! Егор? Компьютер не барахлит? Нет. Кондиционер сломался. Поэтому, дорогой, я вижу, ты вспотел. Так жарко у вас? А вы что, знакомы? Да. По работе пересеклись? Угу. Огурцы? Да. Угу. Спасибо. Спасибо. Вот это вам от нас. Поздравляю. Айфон! Айфон! Спасибо. Папочка, мясо очень вкусное. Да, очень вкусное. Да. Но, мясо великолепное. Вы сами мариновали? Вы знаете, Егор, то, что я армянин, еще не значит, что я шишлычник. Папа, ну, он мне это хотел сказать. Егор, вы расист. А, Карен, съешь, пожалуйста, салат. Не хочу я салатить. Чуть-чуть. Не хочу я салатить. Да, это твой любимый салат. Папычка, ты чик, 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 чик. Мой барычка. А мясо у меня действительно вкусное, потому что мариновать его мне научила моя прабабушка. Да. То есть твоя пра-прабабушка. И твоя тоже. И твоя. Рассказать? Конечно, конечно, расскажите, конечно. Я не тебе расист. Карен, ну, пожалуйста. Я с семьей. Егор, скажите, пожалуйста, а у вас есть волосы на спине? Ануш, а у тебя есть чувство так-то? Вика, подожди. Ну, что это? Ну, что? Ну, ты ведь мне сама сказала, что твой будущий муж должен быть во всем похожий на папу. О, призбавляйся. Егор, скажите, пожалуйста, я вы москвич, Егор? Скажите, а вы москвич? Ну, мам, ну она опять меня передразнивает. Мам, ну она опять меня передразнивает. Замолчи. Ануш, перестань, пожалуйста, передразнивать. Вику, Вику, перестань задавать бестактные вопросы. Что? Нормальный вопрос. Барышня не может задавать вопросы такие. Это бестактно. Так, кстати, Егор, вы москвич? Да, я коренной москвич. Знаете, недавно мне предложили переехать в Петербург. Ну, там лучшие условия для бизнеса. Но я отказался. Почему? Ну, потому что я считаю, что человек должен жить там, где он родился. Знаете, это правильно. Георгиевич, знаете, я не это имел в виду. Не, а что ты имел в виду? То есть, если я родился... Я прошу тебя, пожалуйста, съешь салат? Ну, что ты, Наташа Чем, мне кусок в горло на чужбине не лезет. Карен Георгиевич, если вам что-то не нравится, то я готов уйти. Ну, что вы, наоборот. Егор, вы говорите, глупости. Почему глупости, Барик Чем? Первая здравая мысль, пришедшая ему в голову за этот вечер. Папа. Марин, ну, если твоего отца так раздражает мое присутствие, то я, наверное, я, наверное, останусь здесь подольше. Наташа Чем, заберни ему мясо, толпу, кусочек тарта. Он уходит, пусть с собой забирает. Папа, прекрати. Карен. А, то есть это и есть ваше знаменитое кавказское гостеприимство, да? А это твое знаменитое московское хамство, да? Так, ешь салат. Не хочу салат. Папа. Все. А что ты хочешь? Что? Мясо. Пожалуйста. Да подождите, вы на мясо не налегайте. Это же для сердца плохо, холестерин сплошной, ну? Вот это мне уже надо. Все, я надо. Ну что? Я встал на него. Папа, хватит. Папа, хватит. Я думала, у меня трое детей, и оказывается, пять. Молчи, иначе ты останешься без сладкого. Вика, пожалуйста, принеси торт. Вик, я сам. Вот уж. Карен. Кому тортик? Мне, мне, мне. Вы знаете, Егор, мои девочки привыкли, когда за ними ухаживаю я. Дайте мне торт. Карен Георгиевич, можно я? Это мой торт, поэтому отдайте его мне. Я умрался. Я сам, я сам, я сам, я сам, я сам, я сам. Отдай, отдай! Отдай! Егор, бегите. Доброе утро, папа. Доброе утро. Дверь закрой. Ладно, не переживай. Я надеюсь, что все как-то... Марине! Марине! Ты мне ничего не хочешь сказать? Нет. А что, что-то еще случилось? Ну, как что случилось? Ты беременна. Ты беременна? Это же позор, понимаешь? Позор! Незамужняя дочь Армина беременна от этой московской златовласки. Папа, ну, а это... Стоп, папа! Это твой Егор не мог придумать какой-нибудь другой вариант, чтобы войти в мою семью? Или только тот, чем он думал? Конечно, что сейчас я могу делать? Приходи, дорогой Егор, живи у меня дома под одной крышей. Называй меня папой. Браво! Ладно, папа. Думай, что хочешь. Слушай, ты понимаешь, что я сегодня должен был постареть на один год, а я постарел на десять. Твоя мать об этом знает? Я надеюсь, что мама об этом знает, иначе у нас проблемы, потому что это не мой тест. Что значит, не мой тест? А чей? Ты хочешь сказать, что в этом доме, то есть в моем доме, еще кто-то беременный? Карен, Карен, не кричи на нее, это мой тест. А ты ее не выгораживай. Она во всем призналась. Я ее не выгораживаю. Я беременна. Что это значит? Это значит, что у нас будет еще один ребенок. Ну как? На меня сейчас нельзя кричать. А, ну да. Как? Ну как у тебя трое детей? Ты не знаешь, как это делается? Ты не рад? Нет, рад. Действительно, я очень рад. Но, если это опять будет девочка, то... То что? То я буду любить четырех девочек. Подожди. Ну, если родится мальчик, я буду любить весь мир. И Егора? Нет. Да. Нет. Да. Ну да. Ну ладно, да. И этого про жилыгу тоже. Так, ну я опять что-то пропустила, да? Ну ничего, кроме того, что я больше не буду самой младшей. Не поняла. Да. Я лучше-то ребенок. Ну-ка, па. Ну-ка, па. Ну-ка, па.